1 областное радио на самом деле каждую минуту на эксперимент эти в голове происходит в творчестве и так далее то есть если смотреть ранние треки наши дают именно по стилю там по даже лирическое наполнение до текстовое она очень сильно отличается то что мы сейчас делаем я меняюсь конечно я как личность меняюсь как поэт как композитор давай об изменениях поподробнее что лично тебя вдохновляет и эти изменения они же проходят когда ты поглощаешь из окружающего мира в какую-то информацию так где эти источники задали вопрос да по поводу предыстории песни халу новосибирска я скажу что в восемнадцатом году мы там раза на 4 или 5 летали в москву то есть участвовали в конкурсах выступали и так далее есть у тебя же замечательная победа да есть победа но кстати победу нам вручали в ледовом дворце санкт-петербурга вот это немножко не московская те история но тем не менее было очень приятно то есть для меня это просто какой-то не знаю там мечты сбываются как раз он через дорогу на гримёрка там юрий юлианович шевчук в моей гримёрке там башаков игроков например да там через там грубо говоря как кабинет самойлов до группа за matrix группа луна и так далее просто все рок-звезды да у меня берут там телевизионщики радищики интервью и с такими он глазами да давайте немножечко забраться пытаясь и так далее давайте много абстрагируемся к тому моменту когда ваша группа появилась расскажите как вообще состоялись как вы как коллектив объединились просто возникла идея то есть я играл в рок-коллективе да и мне на какой-то момент показалось что что-то здесь не так да вот собственно показалось мне что вот именно в конкретном тусовки новосибирской да вот существует дефицит веселой и позитивной музыки она достаточно вся одну боль плюс-минус однообразная была хотя бы все-таки дает о себе знать в этом смысле да 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 то есть и есть вот такое течение такое направление на который может назвать там новосибирским уроком в чем его особенность повлияло грубо говоря там большое такое влияние там у калиного моста гражданской обороны в начале нулевых это безусловно влияние вот этой новой волны то есть там чечерина чечерина земфира там и так далее если про женско-вокальные коллективы брать а именно такого вот веселого там полуэтнического да вот этого было его это не было на самом деле и вот захотелось такое играть меня вот были вдохновение там таким коллективом как сдоб шиздоб но смокинг оркестрада без ну бесконечное количество коллективов там сербских там румынских там и так далее потом ленинград появился тоже но мы уже тогда играли а ленинград просто не может не вдохновлять на самом деле там другая история нажимаем там тоже компиляция но видимо с сергеем владимировичем одну и ту же музыку слушали в детстве но у вас изменений никаких коллективе не было вас в этом смысле все сразу сформировалось 18 лет уже идете рука об руку в этом смысле вам сколько лет простите хороший вопрос да нет конечно ну музыка и участие в коллективе это каторжный труд да конечно и у людей и у людей всегда это самое жизнь по-разному меняется да там есть определенные требования которые ну реально не все тянут и не всем это интересно а тянуть кстати это очень важно и походу ребята это делают очень здорово коллектив менялся то есть кто-то приходил кто-то уходил то есть на начальных этапах это вообще все было на таком на голом энтузиазме самопожертвовать мы летом например в среду летом собрали площадку 16 тонн москва ого собрали мод причем это реклама там было практически очень практически не было да очень мало мы вообще ехали туда на фестиваль нашествие вот и как бы ну раз мы уже там да то есть мы в питере выступили в письме выступили в москве выступили в подмосковье вот и как бы ну то есть люди пришли очень было приятное что у нас там знают что там люди готовы там а вот публика отличается питер москва новосибирск питер москва но на самом деле да отличается там немножечко скажем так но мы осторожно подходили ну да конечно в новосибирске приходят на концерты да вот формат площадки да он немножечко скажем так но располагает к одному типу слушатели да и скажем так но какие-то другие допустим люди они там другие площадки пищать но к тому же примерно да вот бродяч собака подземка да у него слимали туда ну разные люди приходят то есть подземка там спокойно молодежь а вот молодежь например вот сидеть за столиками некомфортно им хочется там танцевать ну я к примеру да а допустим вот в тоннах да было забавно что там вип-зоне на кожаных диванах сидели ну достаточно солидные да люди и в первых рядов там ну прям конкретные панки которые такие рубились там устраивали такой этот слэм устраивали может немножечко даже шокировали там других людей и как бы они все вместе были ну то есть на одном концерте жень может быть какое-то выступление какая-то встреча может быть музыкальный какой-то эксперимент в прошедшем году что запомнилось ну все что происходило со мной происходило или с александром тоже поэтому в принципе все вот яркие события которые произошли саша уже о них сказал конечно же много-много-много все невозможно у нас много гастролей много переездов много городов поэтому омс конечно яркое событие было конечно москва питер тоже очень яркие события они нам запомнились и до сих пор еще в голове крутится как кинопленка старая так что мы в общем вспоминаем нравится хотим еще вспомнить первое областное радио